Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью Рашворд, и с вами я, Юрий Гимельфор. То, что власть врет своему народу, это уже очевидно, это понятно, и к этому, в общем-то, люди привыкли. Но, как говорил Пушкин, но всему же есть граница. Понимаете, то, что мы наблюдаем в последние дни, это уже переходит всякие границы. Дело в следующем. Ну вот, события в Казахстане, которые мы наблюдали, и расстрел людей на улицах Алматы, мы это видели. Но далее, на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности ОДКБ, президент Казахстана Касым Джамартакаев, он сообщил, что в протестах в стране участвовали некие зарубежные боевики, но их тела из моргов, из улиц, из улиц забрали другие террористы. То есть, там террористов нет. Правда, честно говоря, Касым Джамартакаев, он предъявил уже одного террориста, иностранного наемника, который, так сказать, якобы безработный из Кыргызстана, участвовал в беспорядках за 90 тысяч тенге, это примерно 15 тысяч рублей или 200 долларов. Однако в этом наемники и террористы в Кыргызстане немедленно опознали известного джазмена Викрама Рузахунова. Естественно, власти Кыргызстана заявили в протесты, и в понедельник Викрама Рузахунов, он вернулся в Бишкек. И вот, друзья мои, вот вы сейчас можете видеть этого человека, да извините меня, ну, очевидно, что его избивали, и совершенно понятно, что, так сказать, под пытками признаешься, что Ямао Цзэдун и собирался прокопать канал от Бомбея до Лондона. Это совершенно понятно. Но вы думаете, это все? Сейчас. Как я уже сказал, проходило совещание глав стран ОДКБ. И на нем выступил Касым Жамарт-Такаев с отчетом перед своим хозяином, перед президентом России. Хотя, стоп, стоп, стоп. Что еще сказал? Президент Касым Жамарт-Такаев? А я в этом не уверен. Дорогие друзья, вот я предлагаю вам посмотреть одну минуту, 20 секунд. Звук там не важен. Тут будут мои комментарии, но обратите особое внимание вот на что. Вот выступает Токаев. А вот на эту точку обратили внимание? Вот. Это, ну, я вам уже как специалист говорю, это просто-напросто наложение. При помощи, извините меня, Sony Vegas Pro или Adobe Premiere, да я вам сделаю приблизительно то же самое. Ну, вот еще раз. Ну, тут совершенно очевидно, ясно, что это просто голова некого хрена была наложена на пиджак с галстуком. Вот вам и все. И тут что, в этом надо сомневаться? Обратите внимание, то есть даже наложение было сделано совершенно некачественно. Причем, дорогие мои, а вот это вы считаете, что это голова Токаева? Да ничего похожего. Я и это вам докажу. Вот вы внимательно смотрите на голову данного персонажа. А вот теперь посмотрите на реального Токаева. Вот он, вот этот и этот человек с одупловатым морщинистым лицом, который, которого вы сейчас видите, вот это и есть реальный Касын Джамар Токаев. А это что? Вот это вот что? Простите меня. Вы с этим вот можете сравнить? Вот. Сравните. Это Токаев? Нет. Это явно не Токаев. За кого нас держат? За полных и совершеннейших идиотов? Но, как говорится, если и это вас не убеждает, да вот вам, пожалуйста. Вот. Обратите внимание на вот эту последнюю фотографию, которая была распространена. Здесь, опять же, я вам говорю, как специалист, монтажер просто-напросто не обрезал изображение по краям. В результате мы видим какой-то большой ангар, в котором сооружены некие декорации кабинета Путина и пара каких-то там актеров, один из которых играет Путина, другой еще какого-то малопонятного государственного хрена. Я не понимаю, что это такое. И вот вы знаете, дорогие друзья, я уже сейчас назову вещи своими именами. Вы понимаете, главная проблема власти в том, что власть считает нас полными идиотами, приполнейшими идиотами. И в этом их основная ошибка. Понимаете, власть считает, что мы способны верить в какие-то 20 тысяч террористов. А я напоминаю, 20 тысяч – это дивизия, которые и эти террористы, они требуют демократии. Мы способны поверить в мародеров, которые идут под пули и штурмуют здания, но они не разбегаются с награбленными. Ну, вы понимаете, в данной ситуации я уже просто как раз и говорю о том, что в этом и есть основная проблема власти, причем не только российской, но и в данном случае казахской. Что нам готовы сбагрить любую околесицу с абсолютной уверенностью, что мы в этом поверим. Нас просто держат за реальных дураков. А знаете почему? Нет, нет, нет. Не потому, что мы даем им основания так считать, а потому, что сама власть, что в России, что в Казахстане, не считает народ субъектом. С их точки зрения мы субъектности лишены. Мы просто элементарное быдло, которому можно втюхать все, что угодно. Сказку про террористов, про Деда Мороза, про Бабу-Ягу, про черта, про дьявола, про что угодно. Нам, с их точки зрения, это втюхать легко, это втюхать можно. И они даже не заморачиваются, ну хотя бы минимальной правдоподобностью. Впрочем, это беда любого лгуна. Ну, вначале он пытается придать какую-то видимость правдоподобности своим рассказам, своим байкам. Потом нет. Как говорится, берега теряет. Но в этом, именно в этом, друзья, их ошибка. Вы понимаете, проблема-то вот власти в том, что они не считают людей субъектами. Они считают людей трусами, не только глупыми, они считают трусами. Они считают, что только достаточно нахмурить брови и все, людей можно загнать в стойло. Они не думают о том, что просто-напросто этот котел может разорвать. Потому что людям просто надоест, когда их изо дня в день постоянно обманывают, постоянно дурят. Вот такими вот картинками, вот такими вот видеомонтажами. Их, с их точки зрения, людей запросто можно, людям можно втюхать. И вот такую вот, таких террористов, с их точки зрения это возможно. Но вот что я скажу. Рано или поздно, вот подобного рода поведение в вас придержащих до добра не доведет. И чем это закончится? Вы, господа властители, вы считаете, что это вот все так же будет вечно? Ничего похуже. Вечно это не будет. И не помогут вам никакие ОМОНы-ШМОМОНы, никакие ФСБ-ШМСБ. Ничего вам не поможет. Вот в чем ваша основная беда. Но знаете, мне, честно говоря, вас не жалко, господа властители. А не жалко потому, что вы сами себе выбрали такой путь, несмотря на то, что вас предупреждают. С вами пытались говорить по-хорошему. Пытались. Бесполезно. Ну, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Впрочем, дорогие друзья, я же, как всегда, напоминаю. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok